Уже понятно, что ты разбираешься. Не хватает, честно говоря, немножко души. А трудно было открыть такие заведения, как Прованс и Квартирник, вот прямо на напережь? Первая позиция по продажам – это водка и пиво. Ну вот тот же самый Квартирник, он очень такой живой, бьющей энергией заведения. Там не бывает инцидентов? Пиво без перерыва, то есть круглосуточный большой, так сказать, движняк. Не в наших правилах, скажем так, жаловаться и там, да, на какие-то структуры. Мы просто принимаем это как за условия, в которых мы работаем. А официантка так выдохнула и сказала, наконец-то настоящий мужчина. Следовать тенденциям это шоу ухи открывать сегодня. Вы туда, скорее всего, и не попадете, потому что там рядом же ЖКГБ. Ни в одном заведении у нас, мы не облизываем гостей. Друзья, всем привет. Я Петр Кузнецов, учредитель и владелец сайта «Сильные новости». Мы сегодня на передаче «Сильный разговор». У нас в гостях ресторатор Илья Лемешев. Привет. Привет. Начинаем. Илья, ты ресторатор? Наверное, можно так сказать. Ну вот я, по крайней мере, знаю, что, смотри, прованс, квартирник, все, как он любит, кофе-тост, зеклер, наверное, что-то еще. Я, наверное, что-то упускаю. Но так или иначе, это все заведения, с которыми ты связан. Как-то связан, да. И это заведения, которые в Гомеле известны, популярны. Ну вот как ты с ними связан? Ты директор, владелец. Какова твоя роль? Ну, мы называем сейчас себя группой компаний, в которой у нас большая банда, скажем так, ребят. И, ну, собственно, я принимал непосредственно участие в разработке, создании всех этих проектов. Ну и в некоторых из них я сейчас, на данный момент, являюсь директором. Ну и в некоторых соучредителем. То есть, как-то так. Ну, это такая большая группа компаний. Это так во многом определяет лицо города, как по мне. Ну, мы, скажем так, стремимся к этому. Ну, потому что я не говорю о каком-то конкретном заведении. Я вот говорю обо всех. Они все очень разные. Да, они разные. Мы как бы затрагиваем самые разные сферы. Но это все сферы гостеприимства, скажем так, сферы гостеприимства. И мы стараемся делать все проекты, во-первых, не создавать конкуренцию внутри себя. Поэтому все проекты разные. Ну и как бы пытаемся заполнить этот город, насытить его, скажем так, интересными проектами, интересными вещами, чтобы нам самим здесь хотелось жить, скажем так. Ну, вот так вот получается. Ну, это круто на самом деле. Ну, вообще, я, конечно, хочу сегодня не о твоем бизнесе говорить. Я просто хотел это вот ввести как затравку, чтобы было понятно, что человек у нас сегодня серьезный. Человек серьезный, который сильно влияет на все то, что происходит в этой сфере, в нашем городе. Ну, давай начнем, может быть, тогда. Мы к этому всему еще вернемся, и особенно к творческой части. Мы обязательно о ней сегодня поговорим, потому что и мне самому это интересно, и это действительно важно. Ну, вот давай начнем с того, что уже понятно, что ты разбираешься. И разбираешься хорошо. Ну, вот мне, например, понятно. Я думаю, что гомельчанам, которые ходят в заведения, вот с которыми ты работаешь, в которых ты работаешь, тоже это более-менее понятно. Вот расскажи вот свое видение и свою оценку, как человек изнутри. В общем и целом состояние сферы ресторанного бизнеса, вот этого общепита в Гомеле. Потому что мы все видим, что в последнее время появилось очень много заведений, вот реально очень много заведений. Но вместе с тем количество людей, вот гомельчан, которые ездят, скажем, на гастратуры во Львов или в Вильнюс, оно не уменьшается. Хотя, ну, Львов не намного больше в Гомеле, там, Вильнюс еще на меньшее количество людей, меньше, чем в Гомеле. Вот расскажи, как бы, ну, чего, может быть, на твой взгляд, не хватает, а что, может быть, получается хорошо? Может быть, чем Гомель славен, там, что? Сложный вопрос. Я вообще не хочу браться, оценивать уровень, там, сферы в Гомеле, потому что это, во-первых, тяжело, во-вторых, ну, приходится оценивать как-то саму работу своей команды, вот, ну, получается, потому что действительно там вес в Гомеле какой-то есть у нас. Не хватает, честно говоря, немножко души в наших проектах, вот. Сравнивать с Львовом, не в наших проектах вообще, в проектах Гомеля, сравнивать с Львовом, Вильнюс, наверное, не стоит, потому что это все-таки туристические места. Это совсем другое направление, то есть, там, как правило, проекты рассчитаны на одноразового посетителя, особенно во Львове, да, то есть, соответственно, концепции такие, да, то есть, ничего общего с нами нет. Но все-таки туристов у нас не так много, мы ориентируемся на, как публику нашего города, ну, и, конечно же, всегда, когда мы, там, работаем над проектом, мы стараемся удивить туристов, то есть, мы не привозим откуда-то какие-то идеи, там, не копируем какие-то проекты, а мы стараемся создавать здесь новое, что-то свое, чтобы это было уникальное, чтобы люди, которые приезжали из того же Вильнюса, да, или, там, из каких-то крупных городов, городов, где сфера развита очень сильно, чтобы они тоже здесь кайфовали, удивлялись, и чтобы для них город Гомель был неожиданным, скажем так. Вот. Что касается уровня, ну, конечно, тяжело здесь держать какую-то планку, да, такую международную, потому что все-таки покупательская способность и немножко, вот, в общем, сдерживающие есть факторы, короче, вот. Но, как бы, мы работаем, всегда пытаемся находить компромиссы, и, вот, в таких условиях, в общем. Ну, я немножко в стороне от, получается, вот таких, от европейских и мировых тенденций, может быть, еще как раз за счет того, что ты говоришь, туристов у нас нет практически, да, соответственно, нет ориентировки на, ну, нету цели у людей сделать что-то международного уровня, а внутренний рынок с низкой покупательской способностью, поэтому мы немножко особняком развиваемся, правильно? Ну, есть такое, но, как бы, я не вижу в этом какого-то недостатка, и как раз-таки следовать тенденциям, это не совсем в наших правилах, потому что следовать тенденциям, это шелухи открывать сегодня. Ну, как бы, не наша история, нам... Ну, в городе же они открываются? Открываются, да, ну, это немножко не наша история, опять же говорю. Нам интересно что-то придумывать, на самом деле. Вижу в нашем городе очень классные перспективы в плане какого-то своего уникального развития, своего уникального видения, потому что здесь такая довольно свободная, пустая площадка, здесь можно сделать все, что угодно, и тебя при этом не сдерживают какие-то огромные количества конкурентов, которые не дают делать то, что хочешь, по сравнению с крупными городами, где, опять же, сфера развита. И, ну, такое своего рода андеграунд в нашем городе рождается, даже по сравнению... Вообще в Белоруссии, если сравнивать нас даже с Минском, то, конечно, у нас, наверное, все-таки чуть-чуть глубже и интереснее, я бы так это сказал. Какие-то вещи появляются и зарождаются. Потому что больше пространства для творчества. Ну, наверное, да. Не настолько все коммерчески, как там в столице даже. В латинском языке есть устойчивое выражение «табула раса», «чистая доска». То есть, ну, так обычно детей называли, говоря о воспитании. То есть, что на ней напишешь, что и будет. Да, то есть, наш город в каком-то смысле еще «табула раса» или уже он расписан? Или еще есть где что-то? Я думаю, что он еще на своем начальном пути вообще развития. Потому что только сейчас вообще на нашу сферу люди стали обращать внимание, и это начало становиться интересным. Не просто там, а, изведение открывается, а людям интересно, что здесь происходит, что открывается. Я чувствую заинтересованность. Вот она растет. Вот это здорово. Ну, это здорово, действительно. Но все-таки не так уж мы вообще в стороне от всех тенденций. Наверное, играют все-таки роль информационные потоки. Люди читают, что происходит в Минске, читают обзоры заведений. И потом начинают помимо воли сравнивать, что происходит у нас. Это какой-то стимул развиваться и искать душу для заведения. Может быть, но, честно говоря, мы как-то очень обособленно действуем мыслям и стараемся как раз-таки не ловиться на эти уловки, на тренды и так далее. Ну, обособленно да, но есть мнение, мне доводилось слышать, например, что с концепцией квартирника много заведений, например, в Киеве и в Москве. То есть похожая концепция на многие другие заведения. Не согласен. Вот что касается квартирника, как раз-таки, вот этот, наверное, на мой взгляд, самый неудачный пример для сравнения, потому что мы видим в этом баре очень, очень, очень что-то особенное. Честно говоря, после того, как прошло пару лет после открытия этого бара, мы стали немножко понимать, что происходит в нем. Ну, я, да, все мы, когда ездим, ищем этот бар или что-то похожее где-то. Ничего подобного. Здорово. А трудно было открыть такие заведения, как Прованс и Квартирник, вот прямо на наперечь? Конечно. Ну, как трудно? Ну, вот. Это было трудно, потому что мы были студентами, скажем так. Только поэтому. Ну, конечно. Ну, это же охранная какая-то зона. А, что с точки зрения согласования, там, всех этих дел? Ну, вот вообще всего. То есть, ну, я тогда, когда это строилось, мы, ну, много кто из гамильчан говорил, что, ну, мы же понимаем, что мы живем в среде, где люди обмениваются, информацию обсуждают, что не так просто на набережной получить разрешение, что это, то есть, не с улицы люди могут это делать. Ну, этот вопрос не совсем ко мне, скажем так, я там не хочу рассказывать не свою историю, да, я там в здании Прованса оказался, когда там были стены, вот, и крыша делалась. Поэтому предыдущие четыре года истории этого места и появления его там я не проходил, но это четыре года было. Тебя это не коснулось. Я думаю, что четыре года это говорит уже о многом. Как ты оцениваешь культуру в Гомеле, не только в ваших заведениях, а вообще культуру потребления алкоголя? То есть, я не об алкоголизме сейчас говорю, с которым у нас, конечно, в Гомеле все прекрасно. Я вот о том, как гомельчане, на какой алкоголь от них есть спрос, удовлетворяют ли его заведения, и, ну, можем ли мы здесь действительно вот говорить о том, что в городе есть какой-то уровень, то есть, заезжему человеку есть куда пойти и нормально вот что-то попить. Конечно, там, на первых позициях в любых заведениях, независимо от концепции, всегда это, я имею в виду первые позиции по продажам, это водка и пиво. Тут как бы, но могу сказать, что с каждым годом статистика меняется, и меняется в сторону коктейльной карты, меняется в сторону каких-то там интересных позиций, которые там появляются, да, поэтому там динамика положительная. И, как бы, конечно, опять же, разные заведения там работают по-разному, и гости разные, да, аудитория, то есть у нас, как-то могу говорить про наши места, у нас довольно-таки все относительно, да, вот, города мне нравится. Очень все культурно, прилично и как-то без каких-то там серьезных последствий, да. Но, опять же, тоже зависит очень много от рестораторов, потому что, ну, там, можно же, все эти вещи тоже можно внутри регулировать, вот, разными способами. Ну, вот тот же самый квартирник, он очень такое живое, бьющее энергией заведение. Там не бывает инцидентов? Бывает, но очень. То есть понятно, что в Провасе не будет, потому что там публика сидит чинарем, значит, все очень аккуратно, но в квартирнике это же такой движняк. Вот, как ни странно, у нас как-то там случаев, когда приходится вызывать милицию, крайне мало, крайне мало. И, ну, там, бывает везде, на самом деле. Конечно. Вопрос просто периодичности, да. Но мне нравится вот эта атмосфера, и я не чувствую какого-то перебора, какого-то вот прям такого негативного, да, момента в этом все. Ну, правда, как-то вот даже еще в нулевых годах вот было больше заметно. То есть, ну, во-первых, не было таких заведений, конечно, да, но в любом кафе могла драка вспыхнуть просто на пустом месте. Ну, есть и сейчас такие места, да. Ну, да, да, но их практически не осталось. Ну, вот, я все-таки к уровню алкоголя хочу вернуться. Вот у вас есть в городе два места, где есть виски Кноп Крик. Я по тому о нем говорю, потому что это мой любимый виски. А второе? А второе – это Сим Пятниц. Да, там тоже есть. Это мой любимый виски. У меня с ним своя история. Я когда-то из Нью-Йорка привез одну бутылку, а, значит, выпил с таким удовольствием. Его очень много, я очень много виски перепробовал в своей жизни, но этот просто вот он вообще. И очень долгое время нигде не мог купить, потому что, как потом выяснил, его был экспорт из США ограничен, его практически не вывозили. Вот только пару лет назад вот он появился в Европе, и практически сразу после этого появился у вас. Я тогда это заметил, когда вы все, как он любит, открывали. Мы тогда встречались. Вот идея, сама по себе ситуация, вот идея привести вот такой алкоголь, он не дешевый, поставить в ресторане. Вот она как возникает, если очень мало надежды на то, что у него будет спрос? Ну, во-первых, в ресторане он у нас не стоит. Но он, да, у нас есть во всюку любит астроной виски. Ну, здесь больше связано с концепцией самого проекта. То есть... Он нужен был для антуража. Он нужен был. Там, в принципе, все позиции алкоголя подбирались именно так. То есть мы хотели сделать что-то особенное, соответственно, не только алкоголя, то есть все, что мы туда заводили, все, что стояло на полке, все, что стоит на полке, все, что оказывается в меню, это должно быть что-то особенное. Вот. Это как бы... Поэтому так получилось. У нас есть шеф-бармен, который, собственно, рулит этими процессами. Все в теме концепции всегда. И каждый со своей части работы... Вот много его выпивают за... Пьют его отлично, на самом деле, да. Я сам его варил. Но у меня был... Я очень тогда отметил хороший уровень вашего персонала, когда один раз заказал этот виски, а официантка так выдохнула и сказала, наконец-то настоящий мужчина. Да, конечно, поначалу он стоял и пылился, но время идет, ребята делают интересные киктейли с ним. То есть, опять же, там, во все, как он любит, там, маленькая барная стойка. Очень. И когда гости приходят, садятся за бар, как правило, за бар садятся гости, которым не все равно, что пить, бармен тут же начинает... Что-то новое что-то... Работа не для того, чтобы продать что-то, а работу для того, чтобы гость ушел с чем-то новым домой, чтобы он что-то новое узнал, что-то новое попробовал. Конечно, там, Крик – это одна из таких ярких позиций, которые обязательно нужно познакомить гостей, которые там любят виски, например. Вот, это да. Такая работа кропотливая, ребята молодцы на самом деле, очень круто с ней справляются. И, конечно, это все потихонечку-потихонечку работает, как бы заведение обрастает постоянными гостями, соответственно, вот так вот это все как-то начинает крутиться. Ну, я просто вот, ты говорил, возвращаясь к этому, что вы стараетесь все время удивить, там, если турист какой-то зайдет, то удивить, ну, могу рассказать, это не вопрос сейчас, я просто могу рассказать, что у меня есть родственник, который живет в Москве, и который облетел, наверное, 60 стран мира уже, значит, ну, это еще далеко не предел. И вот, когда они в Гомель приезжали, мы туда к вам зашли, и вот они были очень удивлены с женой, они сказали, что они такого еще нигде не встречали. Это концепции тайного бара, что у тебя через окошко спрашивают пароль, все, как он любит, я имею в виду, через окошко спрашивают пароль, понятно, что это всего лишь игра, но эта игра уже создает настроение. Вот, он был очень удивлен, поэтому это я просто так говорю, что плюсик в карму. На самом деле, концепция тайного бара, да, называется концепция спикиди, это не мы придумали, таких баров довольно там немало в Питере, в Киеве, и, конечно, ну, это там не наша идея совсем. Но для Гомеля, конечно, это было... Это прикольно, как минимум. Сложная история, как минимум. Потому что год мы просто приходили в пустое заведение, в течение года, и там, курили кальян, и думали, что с ним делать. Потому что я к вам как раз заходил. И спорили, нужно ли вывешать выписку, то есть у нас разделился лагерь на две стороны, и мы прям год спорили об этом. Потому что тогда, вот, когда только вы открылись, еще в семи пятницах Кноп Крика не было. Я если хотел виски попить, я к вам заходил, и постоянно видел, что так и было. Он постоянно был пустой первое время, да. Но сейчас уже все нормально, уже место не тайное, и в него уже... Ну, понятно, что на такие форматы нужно время. Да. Поэтому, ну, время прошло. И да, да, все отлично. Очень... Опять же, появились постоянные гости. Это то, о чем мы всегда мечтаем, открываем новые проекты. Ну, вот мы опять просто к туристам немножко вернулись, коснулись их. Так я вот хочу вот такой вопрос задать. Ну, я так понял, что вы... Для вас это не критичный вопрос, есть туристы или нет. Вы развиваетесь по-другому. Мы, скажем так, ну, никак на них не опираемся. Для нас туристы, скорее, это как лидеры мнений. Потому что, когда гости... Отзывы возникают. Да, когда приезжают... Не совсем так. Когда приезжают люди, да, из там... Из-за рубежа, особенно из там... Из какого-то... Из крупных городов, там, из Питера или Москвы, да, или из Европы, они, как правило, приходят не одни. Их кто-то приводит. Конечно. Приводят их жители. И когда они удивляются, потому что видят, когда они кайфуют, когда им нравится, эти самые туристы являются лидерами мнений для своих же друзей или родственников, которые их сюда привели. И вот как-то... Потому что, опять же, живя там в Гомеле, да, не все там путешествуют много. И не все сравнивают. Открываются заведения, для многих это как данность какая-то просто вот, ну, когда приезжает какой-то гость и говорит, вау, хорошее заведение, крутое место, я такого не видел. Вот этот мой родственник, вот этот вот, да. Ну, все равно, если опять же, в данном случае, в теоретической плоскости порассуждать, все равно, как бы для ресторанного бизнеса города в целом, не для вашей конкретно компании, а вот в целом, наверное, был бы выгоден поток туристов. Ну, конечно, конечно. А вот как можно его в Гомель каким-то образом приманить? Потому что, ну, Гомель красивый город, как по мне. Я тоже очень много где был, там не в 60 странах, но больше, чем в 20 был. Гомель прекрасный город. У него достаточно классическая европейская планировка, значит, вот это лучевое, лучевое расположение улиц, ядро в виде парка с дворцом, можно было бы сделать где-то пешеходную дорожку, то есть можно было бы много что красиво показать. Он действительно, как бы совсем-совсем неплох. Но туристов нет. Можно что-то здесь сделать самим жителям города? Условно говоря, те же самые рестораторы, если это их, если это их, для них выгодно, если это их кровный интерес, могли бы они там консолидироваться и пролоббировать, условно говоря, там какую-нибудь улицу типа Забицкой в Минске. Да, то есть что-то такое, что могло бы стать центром притяжения, местом культурного развития города, то есть чем-то ярким, что могло бы кого-то привлечь. Это возможно вообще, хотя бы в теории? Ты знаешь, я об этом вот буквально год назад первый раз задумался. Если честно, есть такая глубинная мечта, этот город действительно сделать туристическим. Я думаю, что как раз-таки Гомель имеет все шансы на это. Единственный, наверное, город в Беларуси, который может это сделать, почему-то говорю, потому что даже в Минске, то есть там все, конечно, круто, там много всего, но опять же, из-за такого коммерческого подхода, из-за потока туристов, который там на самом деле есть, немножко очень отличается все. Не так это все интересно. На поверхности чуть-чуть, очень много заведений, очень все круто. Забицкая, Октябрьская, клево, но немножко все на поверхности. но не так много таких мест. В общем объеме, скажем так. То есть есть душа в отдельных местах, но нет души у города. Ну, наверное, да. А у Гомеля еще можно ее создать? Я думаю, что ее можно создать, потому что у нас здесь, мы за коммерцией гоняться сложно. И зарабатывать деньги на общепите здесь сложно. А где нет денег там вообще? Поэтому, да, ну, как бы, опять же, можно сравнить для того, чтобы было понятно, о чем речь, да, вот Киев и Москву, например. Киев с точки зрения творчества гораздо интереснее, гораздо интереснее, потому что там нет вот такого, все не зависит от кошелька покупателя. Немножко другая история. И, соответственно, у нас, наверное, чем-то, что-то, да, есть какая-то аналогия, вот если сравнивать Минск и Гомель. Поэтому здесь можно делать интересные вещи. И, опять же, для того, чтобы поток туристов сюда какой-то поехал, да, на там, рестораны, бары, подпасываться, надо дать, наверное, рестораторам зеленый свет для этого. Вот. Зеленого света нет, поэтому... зеленого света нет. На что? Вот что вы могли бы сделать, но на что нету зеленого света? Для начала, для того, чтобы что-то можно было сделать, нужно иметь какой-то конструктивный диалог с теми, от кого это зависит, скажем так. С теми, кто принимает решение? С теми, кто принимает решение, да. То есть вопрос о потоке туристов, это же вопрос, как бы, такой глобальный, городского там уровня. И он не только от ресторанов зависит? И не только от ресторанов зависит, все верно, но мы как бы со своей стороны, у нас есть идеи, очень классные идеи, очень мощные проекты, но вот два года мы не можем попасть во дворик полиспечати, скажем так, чтобы что-то интересное хотя бы там сделать. Вам сказать, почему вы туда не можете попасть, вы туда скорее всего и не попадете, потому что там рядом же же КГБ, скорее всего это связано с вопросами безопасности, у них же большая, насколько я понимаю, должна быть подземная инфраструктура, окна во дворик прямо стреляют, я думаю, что вряд ли вас туда пустят. Так сложилось, что КГБ рядом с нашими многими проектами. Ну в данном случае там просто вот так вот, то есть до Прованса оттуда еще надо дойти, а здесь вот вообще. Я, честно говоря, не в наших правилах, скажем так, жаловаться и там, да, на какие там структуры, мы просто принимаем это как за условия, в которых мы работаем, скажем так. И в этих условиях, в любом месте есть какие-то сложности какие-то там, да, и у нас вот они такие, и мы в этих рамках, скажем так, работаем. Ну недавно прочитал очень интересный пост в фейсбуке, рассуждение человека, почему Беларусь в целом не очень получается привлекать туристов. И там вот мысль была такая, что у нас везде кричат и говорят, что посмотрите, у нас есть замки, посмотрите, у нас есть дворцы. Хотя по большей части эти замки и дворцы сейчас развалены, вот, государство пытается каким-то образом реконструировать, есть программа, госпрограмма, замки Беларуси. Но фишка в том, что на самом деле этого добра как бы в Европе очень-очень много. Ну как бы сравнивать здесь сложно. Да, здесь даже нечего сравнивать. То есть с точки зрения посмотреть на замок, лучше в Англию как бы ехать, вот так прямо человек и пишет. А фишка в том, что туристическими местами становятся все-таки города, в которых как раз есть та самая душа, про которую ты говоришь. И вот, например, если брать тот же самый Вильнюс или Львов, там есть определенная какая-то такая изюминка, которая людей притягивает с точки зрения просто провести время. Не на замке глазеть, а ходить по каким-то местам, где можно там приятно пиво попить, посидеть, просто воздухом даже подышать. Ну как бы к Гомелю я с этой точки зрения достаточно скептически сейчас отношусь, потому что у нас порасширяли так эти дороги, что даже летнюю площадку возле ресторана, если ставишь, то все равно как на обочине сидишь. То есть практически нету. Но все равно получается, вот если с этой логикой соглашаться, то получается, что вот, например, какие бы усилия мы не вкладывали в маркетинг Гомельской области как красивое историческое место, все равно получается, что решающее слово будет за теми, кто создает атмосферу и душу Гомеля. Это не только рестораторы, но рестораторы одни из первых главных. И вот опять же просто возвращаемся к тому, что на что-то нужен зеленый свет. На что-то нужен зеленый свет? Ну, для начала как бы сама структура вообще работы и принятие решений, да, то есть, скажем так, как мы, рестораторы, да, там, предприниматели, да, воспринимаются, там, я не знаю, можно ли это говорить, властями, как коммерсы. Вот ты заходишь, да, и с тобой общаются, как с каким-то чуваком, который бабки зарабатывает, все, иди отсюда, неинтересно. Вот, а по факту, то есть, то, что ты там делаешь, куда-то там вкладываешь душу, вообще об этом не все не думаю. Они не смотрят на тебя, как на человека, который относится к этому как к чему-то творческому, они смотрят на тебя просто как на человека, который зарабатывает деньги. Ну, да, да, да. Ну, нет, я знаю, я просто... Как бы что-то доказывать, объяснять и говорить про вселенную, там, сложно в кабинетах. Когда ты приходишь в кабинет, приходится говорить на их языке, и это сложно. Я, например, не умею, у меня не получается. Вот, соответственно, какого-то диалога, конечно, ну, два года назад мы там построили фут-траки, да? Один, второй, у нас сейчас четыре фут-трака, за два года мы не выбили ни одного разрешения поставить фут-трак на улице города. О каком развитии можно разговаривать? А о чем они мешают? Да, собственно, я считаю, что ничем, но... Ну, там какие-то нормы тоже, наверное... Ну, какие нормы? Для начала, два года назад не было такого слова вообще, не существовало. Фут-трак. Фут-трак, да. То есть его нельзя было классифицировать как торговый объект. Затем, ну, то есть всегда находится, всегда можно найти кучу причин, да, там, чего-то не делать, скажем так. Поэтому там их много, опять же, там, потом это начали классифицировать как транспортное средство, которому нельзя заезжать, там, в парк, например. То есть причин много, истинные причины нам неизвестны. Ну, там же этот трактор в виде паровозика ездит, этот попарк. Истинные причины нам неизвестны, скажем так. Вот, но, тем не менее, давайте абстрагируемся от нас, да, вот есть предприниматели в городе, которые хотят сделать что-то интересное, которые сделали это. А, собственно, структуры городские не дают этому бизнесу вообще работать. Выездные какие-то мероприятия, вот, разрешили выезжать на выездные мероприятия, там, и все, и на рынке стоять. Есть такое. На рынке здорово, но немножко другая целевая аудитория. Мы пробовали на рынке стоять, не работает. Ну, вот, тоже очень много отзывов я вот слышу, если в соцсетях вот говоришь, что могут быть, то есть затруднения у нас для развития бизнеса, появляются в последнее время такие голоса, что люди пишут, что посмотрите, сколько открылось новых заведений, значит, как бы нету проблем. Идешь по одному проспекту, там, 20-20 заведений, ну, какие проблемы, о чем вы говорите? Получается, фишка такая, что заведений становится все больше, но вот нет зеленого света на творчество, правильно? То есть, людям в кабинетах все равно, ты открываешь бургерную или ты открываешь какой-то авторский интересный проект. Они на это не очень обращают внимание, просто есть какая-то процедура. Ну, есть процедура, да. Ну, на самом деле, просто не только же там заведения, да, мы там хотели открыть арт-пространство в Адваре-печать, причем ни в коем случае, понятно, что сложно. Ну, полез-печать это довольно сложное здание, там есть куча проблем, и там есть какие-то планы у города долгосрочные, ну, все это понятно. Вот, ну, банально мы просили просто там, лето, дайте нам лето. Но, как бы, есть куча причин, чтобы этого не произошло, и, собственно, этого не произошло. Ну, например. Это, к примеру, таких моментов и историй очень много, я просто не хочу их рассказывать, опять же, не хочу жаловаться, принимаем это как правило игры, ну, окей. Ну, если не жаловаться, так не жаловаться, давай тогда просто поговорим вот о вашей работе как о творчестве. Вот есть такое заведение The Clare, да? Здесь, на проспекте, или нет? Да, есть такое заведение. Ну, с пироженами. Я его не очень понимаю, потому что это просто пироженое, а я пироженых не любитель. Но зато я помню, что там было до Clare пиво без перерыва, то есть круглосуточный большой, так сказать, движняк, людей, которые просто пили пиво на улице, то есть это было достаточно грязное, естественно, ну, такое шумное, неприятное. место, как по мне. То есть ты не являлся посетителем этого места? Нет, 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 никогда, кстати, ни разу я в том месте не пил пиво. И вот по-моему, по-моему, то есть вне зависимости от того, имеет Clare ценность для людей или нет, открытие его на месте вот этого пивника, оно улучшило саму улицу, улучшило сам город. Вот, вы когда, ну, в принципе, ты уже много говорил сегодня об этом, я просто хочу, чтобы это прозвучало. Вы когда продумываете очередную концепцию своего заведения, вы… каков баланс между ожиданиями, с чего вы хотите сделать больше, заработать денег, захватить очередную нишу на рынке или вот привнести что-то новое, где-то что-то улучшить именно в городе вот здесь и сейчас? Дело в том, что… Это основная цель – открытие любого такого заведения. Вообще все эти вещи, они там неразрывно связаны. На самом деле мы действуем как чувство. Это вообще создание концепции – это такой очень сложный процесс, он там… Там надо связь с космосом, там надо много всего, вот. В конечном итоге, чтобы все компоненты сложились, ну, внутри тебя, да. Опять же, для начала там мы, конечно же, стремимся сделать что-то для города. То есть что-то, что нужно этому городу. Чего нам самим не хватает, по нашему взгляду. Во-вторых, опять же, это будет работать, если это будет интересно. Мы стремимся, как бы там, всегда делать какой-то крючок, чтобы людей максимально удивлять. То есть контрасты, да, по сравнению с тем, что здесь было, как раз таки… Это хороший пример – пиво без перерыва, да, потому что мы его закрыли, открыли кофейню, и сколько там, может, наверное, три года, или, может, чуть больше работает кофейня, да. И до сих пор заходят люди и спрашивают пиво. Ну там, да, это серьезно. Это здорово, да, значит, получилось. Конечно, кстати, говорят, затронул интересную тему по поводу пиво без перерыва, потому что, так как мы закрыли… Там не только было плохое… Ну, конечно, естественно. Это легендарное место было для города. Да, я знаю, безусловно. И для многих до сих пор это потеря. В городе было очень много легендарных мест такого типа, но они потихоньку забываются. Когда-то вот на месте шоколадницы была бутербродная, например, такая шикарная, значит… Ну, многое было. Да, переменная когда-то была. Не ценится, пока это есть, да? Да, да, да. Вот, но мы как бы решили немножко исправить эту ситуацию. Не буду сейчас раскрывать все карты, но скоро на эту тему будут анонсы. Да? Ну ладно, подождем анонсов. Ну, мы сейчас так о творчестве фактически говорим в ресторанном бизнесе, да? Но ты же человек творческий, ты фотограф, насколько я помню. Я, насколько я помню, тоже, да. Ты тоже об этом помнишь. Еще пока помню. Ну, ты был профессиональный, был и есть профессиональный фотограф. Но раньше ты в этой сфере работал. Я два года уже не держал камеру в руках, поэтому я, наверное, все-таки уже не фотограф. Ну, если смотреть на это как на призвание, то, наверное, это все равно будет. Останется. Я думаю, скорее это просто какой-то путь в жизни, вот, а не призвание. Назовем это так. Да, но призвание получилось все-таки ресторатор. То есть выбор был сделан. Опять же, не хочу клеить, я не хочу там себя кем-то ощущать. Просто вот такой вот период в жизни сейчас. Какой он будет завтра, я не знаю, я открыт ко всему. Но однозначно я кайфую от того, что делаю. Как я кайфовал тогда, когда фотографировал. Вот так. Ну, это как-то вот опыт такой творческой работы в прошлом, он помогает сейчас? Его очень не хватает. Не хватает? Конечно, вообще убрать фотоаппарат, это сложно, когда ты, там, пять лет с ним прожил в обнимку. И сложно до сих пор, и такая вот ранка на сердце. Чем это может помочь? Я думаю, что, ну, конечно, все, что ты, весь твой опыт, да, весь твой жизненный опыт, который был, он влияет на то, что делаешь сегодня. И, конечно, какая-то вот связь, да, с творческими процессами, да, вот в то время, она постоянно хочет проявиться. И я, лично я вкладываю в свою работу максимум, стараюсь вкладывать творчество. Вот. Но, опять же, там, ты говоришь про деньги, да, это, наверное, должно быть как следствие, а не самоцель того, что ты делаешь. То есть я верю в большое колесо, что нужно запустить сначала правильную, настоящую энергию, сделать, сделать что-то настоящее, да. А все остальные вещи, они должны происходить как следствие. Я верю, что это так работает. Но я пробовал по-другому, у меня не получается, поэтому вот оставим, скажем так. Но оно работает, твое колесо тебе деньги приносит? Ну, наверное, я не зарабатываю много денег, потому что я верю в большое колесо. Но, как бы… Я не буду спрашивать, потому что это не тактично. Но если ты хочешь, то можешь сказать, как ты зарабатываешь, никто не будет. Я могу сказать только, что я сам не знаю, сколько зарабатываю, потому что все-таки это предпринимательство, да, и здесь нет такого, что ты получил зарплату, положил на полочку. Зарплата, конечно, есть, вот ты на нее живи, пожалуйста. А какие-то вещи, они постоянно дальше происходят за твоей спиной. И ты не стремишься это контролировать? То есть ты живешь и деньги не считаешь? Нет, я не считаю. Конечно, их всегда там не хватает. Это нормальное состояние человека. Вот. Но мне сейчас… Я сейчас чувствую, что я не все сделал, что хотел бы сделать. И фокус вот на этом. Я сейчас… Я не знаю, как-то так происходит. Деньги – не сама цель, точная. И, наверное, не должна быть. Иначе что-то здесь пойдет не так. Ну, ты как Стив Джобс рассуждаешь примерно. Ну, не только Стив Джобс. Это один из моих кумиров. Ну, и моих. Я еще не могу не спросить о семье. Ты отец, насколько я знаю. Отец дочери. Четыре года. Четыре года. Хватает время? Нет. Особенно в смысле профессии ресторатора, наверное, он не в 6 часов вечера заканчивает рабочий день, правильно? А вот сказки ребенку читать. Получается? Наверное, не так часто, как хотелось бы, но получается. Опять же, если оценивать отношения со своим ребенком временем, то здесь абсолютный провал будет. И что бы ты ни делал, этого времени всегда не будет. Дело в том, что я не живу со своим ребенком. Вот. И здесь, ну, ситуация усугубляется. Но, опять, когда ты переключаешь фокус на другие вещи, более какие-то глубинные, да? То есть на связь, которую нужно установить. Да? Вот. И когда вокруг этой связи начинаешь действовать и чувствовать, когда ее не хватает тогда тебе, да? и ребенку, то есть это такой взаимный процесс, то… Появится когда-нибудь в городе какое-нибудь концептуально, авторское, детское место? По мере роста, может быть, твоей дочкой ты задумаешься об этом, что, может быть, стоит что-нибудь сделать? Ну, пока что-то прям не ложится вот прям что-то такое. Ну, в частности, например, там, для ребенка, да, я с ней прекрасно время провожу в квартирнике, это эпигенное место для детей, на самом деле. Ну, во сколько? В любое время вообще, как угодно, да, даже на концерт можно заглянуть, ну, то есть, а место крутое, потому что детям там нравится, там куча игрушек. Вот у нее там все игрушки, это ее друзья, она с ними здоровается, когда приходит. Они там висят вниз головой уже на потолке. Да, и тоже здороваются. Не, ну, прикольно, то есть, у вас такие еще child-friendly места, получается. Да, 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 очень универсальные. Классно. Ну, и напоследок, тогда уже, наверное, будем заканчивать, мы уже долго разговариваем, у меня такой вопрос, он может быть где-то вакационный. Люди очень часто жалуются на рестораны, очень часто. Мы работаем с новостями, нам приходят постоянно, при том, они требуют, что вот там мне то плохо сделали, опубликуйте, пожалуйста. Мы стараемся этого избегать, потому что мы никогда не знаем всю историю, весь контекст и что было целиком. Ну, ситуация будет разная. Люди очень много и часто жалуются на рестораны, а рестораторы, персонал ресторанов, люди, которые работают в ресторанах, могут сформулировать пожелания клиентам, в чем быть лучше. Где-то, может быть, культурнее, где-то еще что-то. Вот у вас есть такие фишечки, за которые вы не любите? Гостей? Гостей, да. Вот об этом. На самом деле отзывы – это хорошо. Потому что лично я никогда, нигде не оставляю никаких отзывов. Я отношусь к этому несколько по-другому, потому что это всегда субъективная оценка. Я просто не приду в это место второй раз, если здесь что-то не так. Но я никогда не буду жаловаться, ругаться, выяснять отношения или писать где-то в интернете. Но отзывы, на самом деле, особенно негативные. Это единственное, вообще, их надо писать. Это хорошо. Потому что это единственный способ налаживать работу в ресторане. Ресторан – это сложнейшая вообще структура. Для того, чтобы гость пришел и у него все было хорошо, задействовано огромное количество человек. И здесь человеческий фактор, как нигде, очень сильно влияет. И поэтому, конечно, косяков. Косяки бывают и довольно-таки нередко. Опять же, могут не сойтись звезды, настроение, состояние. Все что угодно может произойти. Но когда мы получаем плохой отзыв, мы его, конечно, разбираем. И это наш шанс выяснить, что у нас не так. Либо все у нас в порядке. Видишь, вот вы разбираете, и вы получаете. Но вот в другую сторону. Я был про это вопрос, да. Есть у них что-то, у людей, в их поведении в ресторане, что вообще… Чем может быть, например, недоволен администратор после того, как гость ушел? Ну, на самом деле, тут такой момент тонкий. Потому что даже те гости, которые как-то себя ведут, как нам не нравится, как правило, они-то в этом не виноваты. Это… Мы все равно работаем среди вот этой публики, да, и залетают иногда. Конечно, там, когда человек начинает вести себя так, что он мешает другим гостям, да. Ну, то есть… Ну, это такие моменты… Просто очень часто… У нас люди не так часто ходят в заведения. И очень часто они не знают, как себя вести в заведениях. И вот этот вот небольшой опыт, да, особенно такой постсоветский. Вот наше воспитание, общественное мнение, которое вот сложилось, да, где нужно… Почему-то так принято у нас, что нужно там что-то требовать. Мы не любим, когда официанты не воспринимают за человека. Ну, то есть… Ну… Начинают требовать, чтобы облизывали. Вот эти моменты мы не любим. Потому что так привыкли, какие-то вот… После 90-е такой шлейф еще идет. Вот таких гостей мы на самом деле не любим. Мы все-таки за равность, за взаимоуважение, да. И… Ну, то есть, любой конфликт можно решить, когда… Когда вот на таких условиях. Когда гости начинают требовать, чтобы их там облизывали… Мы не облизываем гостей. Сразу говорю, ни в одном заведении у нас… Мы не облизываем гостей. Вот. Мы обслуживаем. Это немножко разные вещи. Ну, это действительно разные вещи. И это классно. Друзья, сегодня был второй выпуск передачи «Сильный разговор». У нас в гостях был ресторатор Илья Лемешев. Мы узнали очень много интересного. О том, как наши рестораторы видят город. О том, на что они хотели бы получить зеленый свет и не получают. Мы узнали о том, как современные официанты не облизывают, а обслуживают посетителей. Мы надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А мы ждем вас на следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.